Поприветствуем первого нашего участника конференции. Посягнемся день диагностика Павла Влевна. Хорошо. День добрый. Я у вас в гостях уже в пятый раз. И каждый раз с собой привожу свой прибор. Я сам изготовил простой прибор для самодиагностики. Этим прибором можно увидеть все свои тонкие тела, все проявления, которые вас касаются, всевозможные порчи, сглазы, всевозможные сущности, которые вокруг вас витают. То есть видится абсолютно все. Все последствия, которые возникают у вас после каких-то практик, медитаций. Не всегда это возникает, ну, скажем, в лучшем качестве. Есть у меня тест. Я ставлю на каждом диски тест и показываю каждому. Чем больше ваши оболочечки походят на тест, тем вы все правильнее живете. И таким образом вы можете ориентироваться в жизни, как правильнее двигаться, чем правильнее питаться, как правильнее медитировать условно. и то состояние, которое я показываю на тесте, оно больше похоже на такое равновесное состояние. Вот благодаря этим исследованиям я уже, как сказал, в пятый раз к вам приезжаю. Многое объездил всевозможных фестивалей, конференций, фестивалей. Побывал и у магов-колдунов, и у сенсов-целителей, и у академиков, и у йогов, и у кришнаитов. То, что сейчас опять они собираются делать, дважды я у них уже диагностировал. У анастасийцев был. И, соответственно, некая статистика уже накоплена того, в каком состоянии находятся сами люди, динамика их движения, то есть что происходит с вашими оболочками, и что делается с самим сообществом, в каком оно состоянии. И могу сказать, так, в общих чертах, скажем так, по пятибальной шкале, если как-то это оценивать, сообщество типа вашего и анастасийцев где-то ближе к пятибалам я бы оценивал именно по качеству оболочек. Те, кто уже сегодня у меня, вчера и сегодня побывали на диагностике, я ему это уже высказал. Целители и маги, как это ни парадоксально, но оболочки у них на уровне одного-двух баллов. Я это опять объективно могу все объяснить, показываю это наглядно, то есть слишком хорошо это видится. Почему именно такой эффект возникает? У меня есть такое выражение, кто зарабатывает на решении твоих задач, тот не заинтересован в твоей самостоятельности. То есть я такой пример привожу, если, скажем, и своему ребенку задали задачку, он через минуту прибегает с готовым ответом, говорит, все, у меня ответ есть, ты же хотел ответ, вот тебе ответ, а я побежал гулять. Вы в недоумении спросите, слушай, а где ты взял ответ-то? А у меня сосед-академик решил быстро. Ты же хотел ответ, вот, на, получай. Ну, вы вряд ли обрадуетесь такому поведению, дитя, вы скажете, эй, дорогой, стой. Теперь вместо одной задачки я тебе дам две. И, пожалуйста, теперь на моих глазах сидишь и решаешь. Чтобы по соседям ты не бегал. Точно так же в жизни нам жизнь дает задачки в тех случаях, где мы сделали какие-то ошибочки. То есть не туда ступили, не так повели себя, не так сказали что-то. Нам даются задачки в виде каких-то болячек. Это единственный способ нас как-то встрепенуть. Слышать мы разучились, видеть мы не умеем. Я ее веду в тонком плане. Соответственно, единственная возможность хоть как-то нам что-то сообщить, это через боль, через болезнь. болезнь приходит с тем, чтобы я условно обратил на это внимание, сделал какие-то выводы, понял механизмы, почему это появилось, к чему это приведет, и как следствие изменил что-то в себе, чтобы на будущее я не повторял этих ошибок. Соответственно, если я решил сам эту задачку, замечательно, она пошла мне на пользу, и я впоследствии уже не повторяю этих ошибок. Если я побежал к академику, к соседу, соответственно, решить он, конечно, может эту задачку запросто. И завтра, и послезавтра я могу бегать целый год к нему, но в конечном счете этот класс заканчивается, и мне надо будет сдавать экзамены. А на экзаменах я ни одной задачки решить не смогу самостоятельно. И что произойдет? Я завалю экзамен, естественно, соответственно, я остаюсь на второй год, соответственно, все мои близкие, знакомые пошли вверх, они сами решали задачки, а я опускаюсь вниз, я начинаю падать. Соответственно, в этом состоянии я начинаю искать виноватых, ах, тот академик такой-сякой, что же он мне не объяснил, что так будет. И, естественно, я посылаю на него не самые лучшие эмоции. И, соответственно, на этого академика сыпятся все эмоции тех двоечников, которых завалили эти экзамены. И попробуйте представить, что за лавина сыпется на этого академика. Именно поэтому вот я и показываю, что делается с оболочками целителей. Они действительно очень слабенькие, разваленные. Целитель может только за счет фокусировки своей энергетики влиять на кого-то. но последствия возникают все-таки не лучшие. То есть, каждому задачки даются для того, чтобы он самостоятельно решал эти задачки, как бы ни были они сложны. И целитель, как правило, ориентируется на 7-минутный результат. То есть, вот помахал руками, голова перестала болеть. Замечательно. Клиент доволен? Доволен. Целитель доволен? Доволен. Близкие довольны. Все довольны вокруг. Замечательно. Казалось бы, чего еще хотеть-то? Да? Что тут плохого? Но эта ситуация видится сейчас только со стороны скажем так 7-минутной 7-минутности. Если же надо этой ситуацией чуть выше подняться, то можно будет заметить, что от того, что я помахал руками, скажем, и снял человеку головную боль условно, ему сегодня не надо было идти на какую-то встречу. Он не должен был туда пойти сделать там чего-то. Для этого ему прилетела головная боль, чтобы он не пошел туда. но он вспомнил обо мне, пришел, я ему эту головную боль снял, и он пошел на эту встречу. Ну и условно говоря, там чего-то напакостил или сломал шею, там, ну что-то еще. То есть от того, что я сделал сейчас, последствия будут возникать еще дальше много-много раз. Соответственно, эта лавина будет нагнетаться еще многократно. Вот этого целители, как правило, уже не учитывают. И, соответственно, это как эффект алкоголика, который пьет пиво и говорит, ой, какое оно вкусное, замечательное. но не понимает того, что через 5-10 его почки, селезенки, печени там поотваливаются. То есть он оценивает чистостью и минутно. Раз сейчас здорово, значит это хорошо. А последствия он не учитывает. Вот здесь я показываю, что это желательно тоже учитывать. потом в двух словах вот то, что сегодня высказывали за сыроедение. Я тоже этот эффект заметил. Частенько люди, переходя на сыроедение, почему-то у них оболочечки становятся слабее. Это заметно. Этот эффект я для себя обнаружил тоже довольно ярко. Могу сказать, что большее значение не в самом факте перехода на вегетарианство или сыроедение, а в мотивах. То есть тот же Гитлер, если знаете, был строгим вегетарианцем. И это не помешало ему творить насилие. Давайте более детально внизу я возле входа диагностику провожу. милости просим. Кому это будет интересно, с собой я привез эти приборы тоже. Если будет интересно, подходите, пожалуйста. Спасибо. .